Доброе утро! Встречаем нашего гостя Евгений Пименов, основатель школы Триединства и также он йог, поэтому сегодня мы будем говорить и о медитации, и о йоге. Здравствуйте, я очень рад вас видеть. Мы тоже. Евгений, расскажите, пожалуйста, насколько важна именно утренняя медитация, утренняя йога, что она открывает в этом дне в нашем новом? Да, йога – это всегда немножко исследование, но опираться на опыт здорово, и внутри дня есть два места силы, когда все получается особенно хорошо. Это восход солнца и закат солнца. Многие открытия сделаны в это время, что-то льется, озарение, мысли светлые. Поэтому и практика йоги в это время максимально хороша. Так, хорошо. Медитация утром, вечером, в течение дня, когда лучше? Утром, вечером идеально, но мой наставник говорил, всегда лучше чего не делать, чем ничего не делать. В этом отношении вы не прогадаете в любое время суток. Ну, расскажите нам немножко, как начинается ваш день, да, вот как по-правильному может быть? Он начинается с техник живота. Что это такое? Это попытка дисциплинировать свое тело с самого начала. Беда современного времени, что человек привык жить в голове. Он из глаз смотрит, в уши слушает, для него тело где-то внизу, и если там ничего не болит, то это по факту черный мешок, чего там наложено, непонятно. Вот йога решительно против такого положения вещей. И утром люди глубоко втягивают живот, напрягают пресс, делают интенсивное сокращение мышц тазового дна. Зачем? Чтобы обжить свое тело, чтобы оно было своим, а там, глядишь, и чего больше откроется. Так, а сейчас мы можем это повторить? Да, конечно. Невозможно. Да нет, почему же? Давайте тогда вот этот черный мешок вдохнем в него жизнь. Давайте. Смотрите, очень просто. Что нужно сделать? У каждого из нас есть пуп. Мы так устроены, да? Взяли, нашли его пальчиком. Оп, и попытались втянуть максимально глубоко. Все. И теперь мышцы тазового дна, простите, промежности, мы начинаем подтягивать и сокращать. Оп, подтягивая их прямо к упочку. Раз, 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 раз. И глубже, глубже, глубже. Не знаю, насколько это видно на камеру. Вот. Но тут начинает что-то оживать. Люди просто забывают. А ведь там точно такие же мышцы, как в руке или в ноге. Вот. Что это дает? Послушную поясницу. Человек, который разлит по всему телу, никогда не будет страдать, выполняя глубокие прогибы, наклоны, скручивания. Да и просто по жизни будет такой живчик. Тело свое. Этим сказано все. Хорошо, тело мы разбудили. А медитация? Для чего она вообще, в принципе, нужна людям? Помимо того, чтобы почувствовать свое тело, что еще она несет? А медитация нужна для того, чтобы быть эффективным. Это не способ потеряться где-то внутри. Это способ синхронизировать свое внутрь снаружи. Вот. К каждому из нас знакома ситуация, когда мысли бурлят, что-то в голове все время происходит. И структурировать этот поток, возможно, только остановив его на мгновение. А медитация – это остановка внутреннего диалога. И вот в этом отношении она очень похожа на грядку. Когда все остановлено, возникают хорошие условия для того, чтобы на этой грядке начали расти проявления сознания, такие как внимание становится устойчивым, воля становится сильной. Медитация для этого? Так, хорошо. Вот предположим ситуацию. Пришли утром на работу. У нас куча идей. И начальник нам дал кучу-кучу заданий. Хотим помедитировать, привести свое, так сказать, свои мысли все в парадок. Как это сделать? Нужно сделать стоп. И вот из этого стоп родится что-то самое-самое эффективное. Вот мы только что с вами, да, пульсировали здесь. Тело – удивительная вещь. Оно всегда находится в точке здесь и сейчас. И если мысли уносят то в прошлое, то в будущее, вот, и этим и мешают быть эффективным, то туловище, оно здесь, оно сегмент, там, человека, который в реальности. И для того, чтобы просто настроиться на медитацию, можно взять и все свое внимание, все, на которое ты поставил, способен поставить вот в эту точку. Съехать туда пожить. Начать воспринимать тело оттуда, когда грудная клетка где-то для тебя вверху, ноги где-то внизу, ты всем собой съехал сюда. И если это получается, а это очень просто сказать, но на самом деле не так трудно сделать, вот, родится что-то большее. Тело наполняется энергией, потому что если рассматривать нас как энергоструктуру, вот здесь находится наш аккумулятор. И делая таким образом, вы его заряжаете. Хорошо, медитация, в принципе, нам понятна, для чего нужна, а вот йога. Обычно это йога и медитация для обычных людей, это вот что-то равносильное, но йога еще нужно как-то подвигаться, какие-то асаны вставать. Да, и как раз тут и зарыта собака, что медитация просто так не дается. Она как шикарная женщина, крайне капризна. Вот, очень просто сказать, а давай-ка, дружок, остановим мысли. Не получается? Это все равно, что не думать о белой обезьяне, и она все время лезет в голову. Йога нужна, чтобы это получилось по-настоящему. Вот, например, если мы усиленно делаем вот эти сокращения, воспитываем мышцы живота, внимание туда поставить легко. А если тело не разогрето, то сложно. Есть еще одна проверка, ну, то есть направленность, это проверка. Йога проверяет, а насколько ты сделал это правдой. Может, ты намечтал? То есть вот человек, который поставил сюда внимание реально, может легко закрыть глаза и остаться на одной ноге. А человек, который кажется, что сделал, то он возьмет и свалится. Мы можем сейчас просто попробовать это сделать. Давайте, давайте. Что нужно делать? Ну, смотрите, вы делаете очень простую вещь. Внимание сюда, да? Мы только что пассировали. Теперь вы ставите на одну ногу. Ну, да, в любое место, да. Хорошо. И закрываете глаза. Так, что происходит? И вот чем увереннее человек в животе, да, рекомендованное время в асане всего одна минута. Вот так нужно простоять в течение минутки. И тогда вам гарантировано, что бег мыслей останавливается. Что-то случилось по-настоящему, и это подтверждено движением, а не просто что-то умозрительное и аморфное. Ну, вот так. Будем, друзья, сегодня себя проверять в течение дня, да, готовы ли вы к медитации. Расскажите нам немножечко про миф, который существует в йоге. Потому что люди, чего только не начитались, не наслушались, но мало кто действительно это все проверил. Тем более уже долго, какое-то время занимаются не все йогой, да? Какие мифы самые главные есть сейчас? Ну, первый миф, то, что йога – это система ухода за телом. Я не знаю, наверное, в самом страшном сне людям-основателям йоги, таким как Патанджали или Сатмарама, никогда бы не пришло в голову, что это таковым может стать в 21 веке. Йога – это путь освобождения сознания. Йога – это не фитнес. Йога – это не фитнес. Наверное, вопрос, который по-настоящему ставит йога – это «А кто я мимо тела?» То есть у меня есть тело, я его разрабатываю, чтобы отшагнуть от него в сторону. И когда оно, не дай бог, сегодня кончится, кем я буду? Ну, ответ прост. Наверное, сознанием. А сознанием быть как? А это такое что? Кто я мимо мозга? То есть это, наверное, вопрос глубокий и вечный, который решается не религиозно, а абсолютно практически. Пережить себя сознанием – главная цель йога. И на этом длинном пути есть стадии очевидной вехи, мимо которых не пройдет один йог. И первую веху я вам открыл – это сквозное восприятие тела. Когда тело перестает быть черным мешком, абстрагироваться от него, выключить его из расчетов гораздо проще. Так, первый миф – понятие. Хорошо, двигаемся дальше. Есть еще какой-то важный? Да, конечно. Существует миф о том, что существует очень много йог. Там, не знаю, йога такая, йога ингара, йога сика, йога 23, аштанга виньяса йога. Вот, я бы сказал, что человеку неопытному очень легко в этом всем запутаться. И в самом деле туда, 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 туда зовут. И очень здорово, если человек смотрит в корень. А где все началось? А когда все было? И когда человек начинает знакомиться с какими-то исходниками, текстами, становится ясно, что это просто авторские прочтения классических текстов, что их было там буквально один-два штука, одна-две. Вот это хатха-йога-парадипика, йога-сутры-патанжали, которые разные люди в разное время трактовали, пропускали через себя. Но самое лучшее – знакомиться с тем, что было в самом начале, и заниматься йогой настоящей. Хорошо. Многие также думают, что йога – это не для всех. Есть такой миф, что некоторые думают, о, это не для меня, я там люблю активно, это для тех, кто любит поспокойнее. Это так? Это не так. И я вас уверяю, что с моих занятий люди очень часто выползают из зала на коленках с языком на бок от усталости. Йога – это очень активная вещь. И человеку, и как раз она дает возможность понимать себя. Человеку пассивному, инертному надо много уставать, надо много трудиться, чтобы быть в балансе. Человеку-живчику, который и так не знает, как успокоиться, ему нужен стоп, ему нужно остановиться. И искусство баланса, и есть йога. Поэтому, насколько это для всех, ну, как говорится, насильно мил не будешь, но так как сознание есть у каждого человека, значит, и йогой может заниматься каждый. Отлично, очень интересно. Можно еще тогда от вас какой-то утренний лайфхак для всех наших телезрителей, какой-то важный совет от вас, как от гуру? Начинайте с живота. О голове много сказано. То есть не начинайте с рук, ног, грудной клетки. Аккумулятор здесь. Утро, живот, все, что вы знаете, все, что вы можете придумать, а лучше подчеркнуть из каких-то трезвых школ, например, из нашей. Начинайте с живота. Хорошо. То самое главное – сконцентрироваться здесь. А то сейчас многие подумают, начинайте с живота и начнут кушать, наедаться. Да нет, я думаю, что все поймут меня правильно. Вот мы немножко ограничены в нашем положении стоя. Я бы мог показать несколько упражнений на живот. Ну, друзья, прямо сейчас мы вам покажем несколько упражнений, что нужно сделать для того, чтобы мысли и душу привести в порядок, да? Да. Я думаю, что очень просто. Повторяйте вместе с нами. Смотрите, живот – это всегда поясница. Поясница сзади, живот спереди. Но в картинке 3D это всегда одно и то же. Я вам предлагаю очень простые вещи. А если вы контролируете поясницу и ваше внимание здесь, вы их сделаете легко. Подангуштхасана. Раз. И вы давите ногу, давите, давите. Основная ошибка людей. Начинаются вот такие вещи. Нет. Спина прямая. Затем проверяем себя дальше. Ладошкой коснулись пола. И обратно. Нужна идеальная растяжка? Да я думаю, что нет. Можно это делать, не допрямляя ногу до конца. Вот так вполне подойдет. Конечно, так лучше. Но хотя бы здесь. На каждую ногу. Разиков по 7. Вот. И живот включится. Хорошо. А какие-то попроще. Приседания. 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 Опять же, почему одна нога? Всегда начинает включаться осознанность, когда человек делает что-то новое для себя. Вот мы, например, каждый день ходим, и тут осознанность не входится. Это уже автоматизм. А вот если мы делаем какие-то необычные приседания, необычные вещи, вот начинается совсем что-то другое. Предложу приседание такое. Смотрите. Правая рука за левую ногу. Мягко приседаете. И здесь опять нужна поясничка. И вернуться в положение стоя. Раз. И. Раз. И. И опять же, больше 7 раз не надо. Как у вас все просто. Так и есть. Это просто туловище. Просто туловище. Вы его, так сказать, развили до такой степени гибкости. Я видела ваши фотографии, там что-то невероятное. Это так? Ну, там нет ничего вне рамок естественной анатомии и физиологии человека. Я не гну колено в другую сторону. Вот. Так что, если тело читается изнутри, а мы обозначили, что это основная цель йоги, первый шажочек, то оно легко реализует самые сложные асаны. Ну что, вот вроде бы все просто. У Евгения попробуйте сами. Надеемся, что у вас тоже все получится. Можно взять и с сегодняшнего дня, с понедельника, как у нас любят многие, начать, например, заниматься йогой. Продолжение следует.